Здравствуйте! Сегодня мы с вами выполним следующее задание. Нам нужно назвать промежутки, изображенные на данных рисунках. Итак, прежде чем работать, мы выпишем с вами таблицу. Если точка заштрихованная, то скобка квадратная. Если точка выколотая, то скобка круглая. Исходя из этого, мы с вами начнем выписывать промежутки. Мы видим, что штриховка идет от минус 3 до 6. Скобки у нас будут квадратные, потому что точки заштрихованы. То есть квадратная скобка минус 3, точка с запятой 6. И закрыли квадратную скобку. Следующее задание. Понятно, что точка заштрихованная, поэтому скобка квадратная минус 1. Ставим точку с запятой. Второй точки нет, но штриховка идет до конца. То есть в плюс бесконечности. Бесконечность у нас с вами всегда в круглой скобке. Следующее. Мы видим интервал с выколотыми точками от минус 2 до 5. Выколотые точки это круглая скобка. То есть в круглых скобках от минус 2, точка с запятой до 5. Далее. Штриховка идет от минус бесконечности до 3. Причем тройка выколота. Бесконечность всегда будет в круглых скобках. Точка с запятой тройка. И раз она выколота, скобка круглая. И последний кусок это от 3 до 5. Тройка выколота, пятерка заштрихована. Выколотая точка, круглая скобка. Это тройка. Точка с запятой, пятерка заштрихована. Значит 5 в квадратной скобке. Значит и наконец нам нужно с вами назвать наши отрезки. Итак, значит я говорила с промежутки. Первое. Квадратные скобки значит это отрезок. Далее. Одна скобка квадратная дальше бесконечность. Это числовой луч. Следующее. Две точки выколотые. Это интервал. Следующий промежуток от минус бесконечности до трех. Причем тройка выколотая. Это числовой луч. Причем он открыт. Потому что выколотая точка. Это открытый числовой луч. И последнее. Мы видим, что одна точка заштрихована, одна выколота. Значит это полуинтервал. То есть мы не только записали наши промежутки, но и назвали их. Спасибо за урок.